Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Тело умершего команданта Фиделя Кастро уже 9 дней путешествует по Кубе. На его похороны собираются сотни политиков со всего мира. Но лидеры России и США, стран, сыгравших роковую роль в кубинской истории, решили не ехать. 30 тысяч амнистированных к юбилею. В Казахстане стало известно, кого выпустят из тюрем к 25-летию независимости. Осужденных журналистов и гражданских активистов амнистия не коснется. Хотите, чтобы у нас было как укрыть? Новое наступление армии Асада в сирийском Алеппо. Военные торопятся покончить с мятежниками, так как с севера на город надвигается турецкая армия. Местные жители, кому удалось вырваться из зоны боев, мечтают о счастливой довоенной жизни. Без тепла, без света, без хлеба. В Кыргызстане в бедственном положении оказался один из детских домов. Помощи ждать неоткуда. Государство отказывается, у спонсоров тоже нет денег. Воспитанники пишут письма Деду Морозу. Куда дальше пойдут эти дети? В Узбекистане завтра состоятся президентские выборы. Улицы городов оклеены предвыборными плакатами четырех кандидатов президенты. Политическая реклама размещена на больших билбордах и в общественном транспорте. Однако почти все наблюдатели отмечают, что в основном это предвыборная агитация главного кандидата в президенты Шавката Мерзияева, которого, как известно, называл своим преемником Ислам Каримов. Вот что говорят жители Ташкента по поводу своих предпочтений на предстоящих выборах. Только за Мерзияева. Почему? Потому что он мне нравится. Его программа, его речь толкова, грамотна, четко, коротко и все ясно. За Шавката Мерзияева. А почему? Ну, я про них, если говорят, хорошо не знаю. А про него много знаю. Поэтому, да. В предстоящих выборах мы, дай Бог, планируем проголосовать за Шавката Мерзияева, потому что он стоял плечом к плечу с президентом Каримовым и помогал ему. Мы надеемся, что он продолжит дела нашего президента, поэтому, даст Бог, мы за него проголосуем. Хороший человек, пусть остается вечно. Насколько я знаю, он настоящий ученик Каримова. Моя душа подсказывает мне, что он сможет поднять Узбекистан. Удачи ему пусть делает еще большим. Пускай всем поможет. Здоровья ему и долгих лет жизни. Знаешь? Ничего я точно не знаю. Посмотрим? Воскресенье. Воспитанники частного детского дома в кыргызском городе Орловка рискуют остаться без еды, тепла и света. Угля, который вынуждены использовать для обогрева сотрудники детдома и еды для воспитанников, осталось всего на несколько дней. Изначально детдом существовал за счет спонсорской помощи бизнесменов и просто неравнодушных людей. Государство-интернату никак не помогало. Репортаж Шавката Тургаева. Угля хватало на две недели. Но вот вчера к нам буквально привез парень с города Токмак. Вот так уже много лет детский дом в Орловке ежедневно ждет помощи от добрых людей. Этих пяти тонн угля хватит, чтобы протянуть еще недели три. Что будет, когда топливо закончится, неизвестно. Это все равно у нас устаренного производства. Из-за высоких тарифов от централизованного отопления гульнара давно отказалась. Соорудили самодельную печь и жгут уголь. Так, говорит, она намного дешевле. Хотя обогреть здание в 2000 квадратов все равно непросто. Зато долги за электроэнергию и воду накопились. Сумма в 1000 долларов для детдома неподъемна. Свет могут отрезать в любой момент, что было уже не раз. На сегодняшний день у нас по свету задолженность 15 тысяч. И за воду и канализационные стоки 48 тысяч. Вот здесь у нас это склад, где находятся наши продукты. Это вот здесь макароны, крупы различные. Здесь у нас растительное масло. Продуктов питания в интернате тоже осталось совсем немного. Гуманитарной помощи никто давно не оказывал. В здешней пекарне вынуждены печь хлеб не только для себя, но и на продажу, чтобы на выручку закупать муку. Больших булок мы 100 булок выпускаем, маленьких 80 булок. Из этих 80 получается 40 булок сюда для детей детского дома и 40 булок у нас на продажу. Это чисто для того, чтобы мы могли сами себя обеспечить хлебом. Здравствуйте! Как дела, ребят? Хорошо. Из-за того, что детский дом является частным, государство учреждению не помогает вообще. Интернат не имеет никаких льгот на коммунальные услуги и вынужден платить по счетам, как производственное предприятие. Власти давно предлагают и вовсе детский дом закрыть. Закрыть – это секундное дело. Правильно? Для многих это легче закрыть, нежели помочь. Они думают о решении проблемы закрыть. Но на самом деле, например, те, кто это говорит, они же не думают ни о детях. Куда дальше пойдут эти дети? 40 воспитанников детского дома не знают, что уже совсем скоро могут остаться голодными и в холоде. Письма Деду Морозу они написать уже успели. И в новогоднюю ночь они по привычке будут ждать чуда. Шавкат Тургаев, Азат Антамаков. Настоящее время. Кыргызстан. Чуйская область. В казахстанском парламенте обсуждают законопроект об амнистии в связи с 25-летием независимости республики. Провести ее предложил сам президент Назарбаев. А депутатам этот проект закона представила Генпрокуратура. Амнистировать собираются 30 тысяч человек. Однако осужденных журналистов и гражданских активистов власти решили оставить за решеткой. Айнур Коскина с подробностями. Амнистия в честь 25-летия независимости будет проведена в Казахстане. Заместитель генерального прокурора Иоганн Меркель презентовал в парламенте законопроект. В первую очередь под девятую по счету амнистию подпадают граждане, совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, осужденные социально уязвимых слоев населения, отбывающие срок по статьям средней тяжести. Ожидается сокращение сроков заключения по тяжким и особо тяжким статьям. При этом представленный законопроект не предусматривает помилования по обвинениям в разжигании розни и организации незаконных митингов. По ним запрещено, пока запрещено применение митингов. Это не позиция генпрокуратуры. Это была в начале позиция всех государственных органов, которые принимали участие. Что там генпрокуратура саморазрабатывала законопроект, что ли? Это же все позиции всех государственных органов. И теперь последнее слово за депутатами. Да. На презентации законопроекта представители неправительственных организаций поднимали вопрос о помиловании гражданских активистов Талгата Аяна и Макса Букаева, осужденных после земельных митингов в Атрау. Когда данный законопроект разрабатывали, учитывались международные обязательства Казахстана по гражданским и политическим правам, которые мы ратифицировали, я сейчас хочу поднять вопрос о мирных собраниях, митингах. То, что касается митингов и так далее, вы там имеете в виду лиц, которые осуждены по 174-й, по-моему, да, за разжигание межнациональной розни в Казахстане и так далее, так далее. Президент и в декларации заложенной, президент постоянно выступает. Мы все с вами прекрасно понимаем, что мы нормально двигаемся по экономике и по другим социальным всем делам только из-за того, что у нас есть внутри государственная стабильность и межнациональное согласие. Вы своим выступлением хотите, чтобы у нас было как в Украине, что ли? Под амнистию, скорее всего, не подпадет и бывший премьер-министр Серик Ахметов, осужденный в Караганде к восьми годам с конфискацией. Экс-главу Кабмина признали виновным в присвоении и растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По его делу были осуждены 20 чиновников. А под запрет по коррупционам что попало именно? Я вам только что сказал, если они совершили эти преступления в составе организованной преступной группы. Неизвестна дальнейшая судьба и карагандинского учителя физики, осужденного на два года за то, что он якобы сделал ложный звонок службы быстрого реагирования и сообщил о готовившемся теракте. По словам представителей Генеральной прокуратуры, амнистия на статью «Лжетерроризм» не распространяется. Тем временем, у общественных деятелей своя точка зрения по этому поводу. Я думаю, что вообще не за что он два года получил. Мне кажется, именно такие инциденты должны решаться сейчас гуманным путем и они все должны получить свободу. Резюмируя информацию, полученную из уст заместителя Генерального прокурора, пока ни один из фигурантов резонансных уголовных дел не может рассчитывать на помилование. В том числе и председатель Союза журналистов Казахстана Сит Казыматаев и его сын Асет. Самый волнующий вопрос для общества – это судьбы Макса Бакаева, Талгата Аяна, сына и отца Матаевых. Все эти граждане не представляют опасности для общества. И мне кажется, они все должны быть освобождены в рамках этой амнистии. Благодаря амнистии в связи с 25-летием независимости на свободу выйдут около 2000 заключенных. У 5000 осужденных сократится срок решения свободы. Всего амнистируют около 30 тысяч человек. Закон должен быть принят в кратчайшие сроки и исполнен в течение полугода. Айнур Коскин, организатор «Успанов», «Настоящее время». Далее в программе. Новое наступление армии Асада в сирийском Алеппо. Военные торопятся покончить с мятежниками, так как с севера на город надвигается турецкая армия. Местные жители, кому удалось вырваться из зоны боев, мечтают о счастливой довоенной жизни. Тело умершего команданта Фиделя Кастро уже 9 дней путешествует по Кубе. На его похороны собираются сотни политиков со всего мира. Но лидеры России и США, стран, сыгравших роковую роль в кубинской истории, решили не ехать. В Сирии началось новое наступление правительственной армии в Восточном Алеппо. На этот раз войска Башара Асада наносят удар по районам, которые удерживают повстанцы с юго-восточного направления. Если сирийским военным удастся еще раз рассечь укрепрайон боевиков, с сопротивлением мятежного анклава будет покончено. Сирийские военные торопятся быстрее закончить операцию в Восточном Алеппо, поскольку с севера на город наступают подразделения сирийской свободной армии при поддержке танков и авиации Турции. Сейчас отряды курдского ополчения совместно с правительственными войсками Сирии ведут бои с наступающими передовыми частями турецкой армии всего в 20-30 километрах от Алеппо. Отряды повстанцев в Восточном Алеппо оказывают армию Асада и ее союзникам ожесточеннейшие сопротивления. Накануне все повстанческие группировки, включая и те, которые признаны во многих странах и ООН террористическими, заключили соглашение о создании общего фронта в Восточном Алеппо. Они договорились координировать между собой все действия и совместно отражают атаки армии Асада. Тем временем в западной проправительственной части Алеппо правительство Асада при содействии России пытается решить проблему десятков тысяч беженцев, которые за последние дни в массовом порядке перешли из восточной части города. Как заявляет российское военное командование, ООН и другие международные организации пока не доставили ни одного килограмма гуманитарной помощи для жителей Восточного Алеппо. Среди беженцев из Восточного Алеппо очень большое количество детей. С ними пытаются работать сирийские психологи-волонтеры. Как они заявляют, у большинства детей, помимо полного истощения и ранений, серьезно нарушена психика. Состояние детей очень тяжелое. Им очень тяжело психологически. Мы пытаемся организовать для них возможность общаться и интегрироваться. Мы придумываем для них разные занятия. Некоторые идут на общение, но многие психологически все еще на войне. Мы как можем пытаемся облегчить их положение. Между тем, в ООН представители Соединенных Штатов и самой организации требуют от России и Сирии немедленно остановить боевые действия против повстанцев в Восточном Алеппо. Представители многих западных стран настаивают на том, что именно действия сирийской армии приводят к катастрофическим гуманитарным последствиям. Когда казалось, что предоставить более ужасную ситуацию уже невозможно, кризис только усугубился. За последние пять дней мы увидели самые ожесточенные бомбардировки гражданских поселений за время конфликта. Некогда величественная восточная часть Алеппо теперь лежит в руинах. Цель проста — захватить силы восточные районы Алеппо, невзирая на последствия для мирного населения. Ради всего человеческого мы призываем все стороны и всех, кто имеет влияние на ситуацию, сделать все возможное, чтобы защитить гражданское население и обеспечить доступ к гуманитарной помощи в осажденной части Восточного Алеппо, прежде чем он станет одним гигантским кладбищем. В свою очередь, Россия считает, что последние действия сирийских военных в Восточном Алеппо способствовали выводу оттуда большого количества гражданских лиц, которых в течение пяти лет насильственно удерживали боевики. Господин председатель, мы разделяем глубокую озабоченность положением гражданского населения в Восточном Алеппо. Но облегчить его страдания можно отнюдь не прекращением антитеррористической операции. Оставить Сирию и Ирак террористическому халифату и апеллировать к гуманизму террористов — это не альтернатива. На Кубе продолжается последнее путешествие Фиделя Кастро. Его тело везут через всю страну из Гаваны в Сантьяго-де-Куба, где более полувека назад он начал свою революцию. На всем пути следования кортеж с прахом кубинского лидера со слезами встречают тысячи людей. Прах Кастро похоронят в воскресенье. Список официальных гостей церемонии составляет 20 с лишним страниц. Проститься с кубинским лидером приедет и испанский король, и вице-президент рабочей партии Северной Кореи. Будут присутствовать почти все главы государств Южной Америки. Ожидается, что впервые за долгое время на публике появится вдова Кастро и его дети. Годами информация о них охранялась как государственная тайна. А вот сестра Фиделя Хуанита Кастро, живущая в изгнании в Майами, заявила, что не приедет на похороны брата. Отказались от визита на Кубу и некоторые мировые лидеры. На Западе Кастро часто критиковали за политические репрессии и нарушения прав человека. Не приедет попрощаться с ним премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Несмотря на то, что его отец, он возглавлял Канаду в 70-е, был дружен с Фиделем. Проигнорирует церемонию президент Франции Франсуа Алланд и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Примечательно, что на прощание с Кастро не приедут и лидеры США, и России. Двух стран, которые больше всего повлияли на судьбу Кубы. К событиям в Восточной Украине. Жителям прифронтовых поселков в Донбассе стало нечем платить за отопление. В зоне конфликта нет ни пенсии, ни работы. Но тем не менее, как только прекратились обстрелы, работники коммунальных компаний пришли и отключили от газа, света и тепла уцелевшие после боев дома неплательщиков. Холодно. Прифронтовые территории уже накрыло первым снегом и первыми морозами. При этом жители поселков недалеко от передовой продолжают жить в холодных нетопленных хатах. Газ есть, но платить за него местные жители, большинство из которых пенсионеры, просто не могут. Первомайское – последний населенный пункт перед печально известным селом Пески. Дальше территория, контролируемая пророссийскими группировками. Два с половиной года тут нет нормальной жизни. Ни работы, ни зарплаты. Но регулярно приходят счета за газ и электричество по стандартным тарифам. Они с ума посходили с этими тарифами. А что у меня пенсия? Я 1290. И как вы живете на них? Ну так вот и живу. Это именно тот случай, когда на улице теплее, чем дома. У Таисии Ивановны выбор небольшой – или заплатить за газ, или купить еды. Впрочем, не совсем так. Даже если отдать за газ всю пенсию, денег все равно не хватит. Или сиди голодный, или сиди хотя бы чуть-чуть хата теплая. С ума посходили. А если раз завис долг, два, потом очень тяжело выкарабкаться. Это как долговая яма. Долговую яму жители села медленно падали последние два года. Во время боев на платежки от газовой компании мало кто обращал внимание. Да и работы в селе совсем не осталось. В результате боевых действий многие потеряли работу. Раньше работали в Донецке все, теперь на Донецк. Проезда нет. Молодежь, кто могла выехала, кто не могла, осталась здесь, естественно, остались. Без средств существования и оплачивать комуслуги в последнюю очередь. Ирония судьбы. Газ в этот район провели незадолго до войны. Тогда даже радовались. Теперь большинство людей в селе обратно ставят печи и топят дровами. Когда закончились обстрелы, в селе появились работники Константиновского отдела газоснабжения. Начали производить обрезку неплательщиков за газ, у кого большие долги. Ну, я лично два человека знаю. 77-летняя Галина Юрьевна на скамейке перед нетопленной хатой раскладывает арифметику прифронтового тепла. Если включить газ, в день набегает 170 гривен. В месяц получается больше пяти тысяч. Вот в холодной хате сижу. Мы с ним. А что, не топите? Не топлю, потому что сильно газ крутит. За час один куб. Вот я потопила, когда три часа, три куба я натопила. Семь гривен. Вот и считай. Могу я платить. Светлане Прокопьевне, которая одна воспитывает трех внуков, отключили газ без лишних разговоров. Приехали и отрезали, как говорится. Ну, а людям, у кого долг большой, говорят, сначала половину уплатите, а потом до конца года остальные. А у меня этих денег нету заплатить. У меня только трое детей, как говорится, и все. Расплатиться под долгом Светлана Прокопьевна все-таки хочет. Может, получится ближе к весне, когда появится приплод в хозяйстве, и можно будет выручить немного денег. Конечно, если бы они хоть дали до весны, там бы, может быть, я не знаю, может быть, что-то продала бы. Хозяйство все-таки держу. А то, что они хотят, чтобы мы сразу все, а сразу все, где их брать эти деньги. Нет такой возможности. Терпим. Вот, одеваемся трошки потеплее. В сельсовете удивляются. Мало кто из жителей села оформил субсидию. Хотя и признают, процедура эта почему-то затягивается. А сами местные, которым предыдущие два года было не до возни с документами, только пожимают плечами. Где эту субсидию оформить и что для этого необходимо сделать, они даже не знают. Андрей Лютый, Григорий Жигалов, Донбасс Реалии, Радио Свобода. Лидеру французской группы Space, композитору Дидье Маруани, разрешили вернуться из Москвы на родину во Францию. Ему вернули мобильный телефон, по которому российские исследователи пытались установить факт вымогательства им 1 миллиона евро у российского популярного певца Филиппа Киркорова за плагиат. Вот эти композиции, из-за которых разразился скандал. Они действительно почти совпадают. Маруани и его адвокатских слов приехали в Москву, чтобы получить миллион евро от ступных за якобы украденную Киркоровым песню «Жестокая любовь». Юристы француза заявляли, что плагиат был доказан международными экспертами. Но Киркоров с этим не согласился и написал заявление в полицию, после чего Маруани и его российский адвокат были задержаны в одной из центральных столичных сберказ. Накануне отъезда из Москвы Маруани заявил, что не намерен отказываться от своих претензий к Киркорову. Тем временем Филиппу Киркорову могут быть предъявлены и другие обвинения в плагиате. Пользователи российских социальных сетей выкладывают видео, где Киркоров утверждает, что он является композитором популярной песни на стихи Игоря Николаева. Однако, как выясняется, эта песня прозвучала на конкурсе Евровидения ровно за 10 лет до того, как Киркоров объявил о том, что он ее написал. Он принес мне песню, которая... вернее, не песню, а мелодию. Да-да-да, сейчас вы услышите музыку композитора Филиппа Киркорова на моих творческих вечерах. Сейчас для вас премьера. Ты настолько знаешь нас. Да, сегодня премьера, сегодня премьера и для меня тоже, потому что это пока первая, единственная, может быть, последняя песня в моей жизни, которую я написал сам. Премьера песни «Лишь бы ты меня ждала» поет Филипп Киркоров. Песня «Лишь бы ты меня ждала» поет Филипп Киркоров. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующей недели. Хороших вам выходных!